ГИБДД будет по-новому фиксировать аварии Владимир Баршев. Рисунок к статье. Новый единый порядок передачи информации об аварии позволит не только установить очаги аварийности, но и выявить все сопутствующие факторы. Вплоть до момента получения прав водителям. До сих пор в карточке учета ДТП требования к месту происшествия ограничивались адресом. А если авария произошла на улице, где до ближайшего дома полкилометра? А если она случилась на федеральной дороге? Если у этого места нет других более примечательных признаков, то в базе данных места аварии так и останется, такой-то километр. Если на этом километре происходит большое количество аварий, то сложно будет установить, что их объединяет. Слишком велик разброс. Читайте также, ГИБДД выпустят ролик об опасности гололеда. Теперь их место происшествия будет указано с точностью спутниковых координат. Это позволит произвести точный анализ происшествия. Конечно, большинство аварий происходит по вине водителя. Но требования к дорогам, установленные на уровне межправительственных соглашений, таковы, что дороги должны прощать некоторые ошибки водителей. А если они не прощают, это вопрос к тому, кто обеспечивает безопасность этих дорог. На основе анализа полученных данных о разных авариях ГИБДД может проверить тот или иной участок на безопасность. До сих пор такой анализ было трудно провести, ведь разброс различных ДТП составлял тысячу метров. Читайте также, ГИБДД отчиталось о росте числа погибших в ДТП детей. Еще один новый интересный пункт внесен в карточку учета ДТП. Теперь в нем нарушение правил разделено на два момента. Нарушение правил, повлекшие за собой аварию, и нарушение правил, сопутствующие аварии. Объясним на примере. Пьяный водитель остановился на красный сигнал светофора, и тут ему в задний бампер врезалась другая машина, водитель которой трезв. В данной ситуации нарушением правил, повлекшим ДТП, было не соблюдение дистанции или превышение скорости, а может, и то и другое вместе взятое. И значит, виноват водитель второй машины. А первый виноват в том, что сел за руль пьяным. Его тоже привлекут к ответственности. Но не за аварию, а за пьянку за рулем. Или другой вариант. Ехал водитель с превышением скорости, а перед ним со второстепенной дороги вырулила другая машина. Так вот, причиной аварии будет не соблюдение требования правил вторым водителям уступить дорогу, а не превышение скорости первым. Читайте также, в России могут появиться диагональные пешеходные переходы. В карточке должны быть учтены все вопросы, которые могут возникнуть в ходе разбирательства ДТП, а также которые потребуются для анализа ситуации. Например, что касается детской безопасности, требуется указывать в этом учетном документе еще информацию о том детском удерживающем устройстве, которым пользовался ребенок. Все эти данные будут не только в подразделении ГИБДД, которое оформляло аварию, и даже не только в региональном главке. Информация будет поступать на федеральный уровень. Это не только своего рода контроль за местными подразделениями, но и некая дубина, висящая над местными властями. Ведь огрехи неправильной организации дорожного движения предстоит устранять местным властям. А эти огрехи будут выявляться на основании тех данных об авариях, которые будут поступать в обработку в Главное управление по безопасности Дорожного движения МВД России. Сегодня главк получает лишь 13 параметров об аварийности. Если приказ будет подписан, то количество информации составит 187 пунктов, поставляемых на федеральный уровень. Как рассказали ЭРГ в Главном управлении ОБДД МВД РФ, теперь при наезде на пешехода в карточку будут заноситься и в дальнейшем передаваться такие сведения, как нахождение в видимости места ДТП пешеходного перехода, школы, детского сада, супермаркетов. Получение такой информации не сильно повлияет на решение инспектора ГИБДД или сюда о виновности водителя или пешехода, но позволит автоинспекции составить картину о безопасности дороги в данном месте.